В центре Атлантического океана, за сотни километров до ближайшей земли, спрятался от всех скалистый остров, о котором слышали многие из нас. Он заслужил славу сурового места, практически тюрьмы, из которой невозможно сбежать. Именно здесь провел последние годы своей жизни завыватель и император Франции Наполеон Бонапарт. На известной картине Айвазовского изображен мрачный человек в военном мундире, стоящий на краю скалы, над волнами неспокойного океана и погруженный в свои думы. Именно по этой картине, во всяком случае в России, многие представляют остров Святой Елены. В действительности, для нас, живущих на материках и в больших городах, это место полная загадка. А ведь и до Наполеона, и по сей день здесь жили и живут люди. Так какой он на самом деле, этот легендарный остров? Итак, мы летим туда, чтобы узнать тайну острова Святой Елены и поставить уникальную, эксклюзивную точку на карте мира. Остров Святой Елены – затерянный клочок земли среди просторов Атлантики. От него до побережья Африки – 2000 километров на восток, а до Бразилии – больше 3000 на запад. Это делает его одним из самых удаленных островов от материковой суши. Размеры острова примерно 16 на 8 километров, а площадь – 122 квадратных километра. Это приблизительно в 10 раз меньше площади Москвы, в 5 раз меньше площади Самары. И это примерно равно площади Вологды. Мы очень давно собирались полететь на этот остров, и возможность предоставилась как раз в разгар чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года. Упустить такой шанс мы не могли. И не раздумывая отправились в долгий путь через два континента, чтобы разгадать тайну острова Святой Елены. День первый. Чтобы всегда сдержать слово, никогда его не давай. Наполеон Бонапарт. Суббота. 4 утра. Немножко помятые. Прошло ровно два дня, как мы вылетели из Москвы. Мы оказались в прекрасном городе, на абсолютно другом конце земли от Москвы. В городе, который, так же, как и Москва сейчас, но только 8 лет назад принимал чемпионат мира по футболу. Я думаю, все догадались, это город Йоханнесбург. Увы, самостоятельно зарегистрироваться на рейс из Йоханнесбурга до Святой Елены у нас не вышло. Ну что ж, воспользуемся услугами специально обученных сотрудников. Девушка на регистрации на Святую Елену спрашивает следующие документы. Первое – возвратный билет, второе – виза, и третье – медицинскую страховку на сумму 1 миллион фунтов стерлингов. Почему? Ну потому что на острове летает только один самолет. Эвакуация срочная, возможно, только за дополнительные деньги. Туда летает один самолет всего раз в неделю. Аэропорт построили только в 2017 году, в октябре открыли. Так что я не знаю, кто-нибудь из русских вообще летал этим самолетом или нет. Вопрос. Самолет на Святую Елену был полупустым. Пока еще мало туристов знает об открытии на острове аэропорта. Да и стоимость билетов, честно говоря, кусается. Рейс выполнялся с посадкой на дозаправку в Виндхуке, столице Намибии, где мы стали свидетелями вылета президентского лайнера этой африканской страны. Всегда закрытое мероприятие, на которое простому смертному никогда не попасть. Мы спокойно наблюдали из иллюминаторов. Ну, весьма скромный самолет, кстати, у главы государства. Но, однако, из-за протокольных мероприятий наш рейс примерно на час задержали. Ну, вот мы и снова в небе. И спустя примерно три с половиной часа полета под крылом показались скалы острова Святой Елены. Постоянные ветра с океана делают приземление на него не самым безопасным. Но мы благополучно сели. Всем приветствую, Святой Елены! Мы сделали это. Два дня недаром прошли. Вот такой самолетик нас сдавел. Остались последние шаги. Паспортно-визовый контроль и таможня. Но уж к этому-то мы готовы точно. Чтобы получить эту бумажку, я потратил, наверное, в сложности часов 30 чистого времени. Написал, наверное, штук 40 имейлов. И все это делалось в три месяца. Три месяца, чтобы мы получили эту бумажку. На самом деле, аэропорт на Святой Елене построили еще в 2015 году. Но из-за сложности приземления потребовалось провести огромное количество тестовых полетов. И регулярные авиасообщения запустили лишь в 2018 году. Мы добрались до острова на самолете за несколько часов. А раньше связь с большой землей была только по воде. Единственное судно выходило из Кейптауна и шло до Святой Елены 5-6 дней. Ожидалось, что с открытием аэропорта турпоток на остров Святой Елены увеличится до 30 тысяч человек. И в прошлом году даже запустили вторую частоту рейсов в неделю. Однако количество туристов пока не растет. И ежегодно остров посещает не более 5 тысяч человек. Да какие туристы, друзья! Пусть они сначала разберутся с системой выдачи электронных виз. Британская сюда не канает. Эту визу я получал несколько месяцев. Дольше я возился только с визой на Соломоново острова. Вот самолет, на котором мы прибыли, улетает обратно, увозя на большую землю немногочисленных пассажиров. Он вернется за нами через 7 дней. Ну что ж, у нас есть целая неделя, чтобы изучить остров и понять, в чем же его секрет. Добрались до острова Святой Елены. Получили багаж, прошли таможню. Вот с такой табличкой нас встречали. Сейчас едем в отель. Да, едем в отель. В столицу, в город Джеймстаун. Все, гуд. Как всегда, первым делом мы берем на прокат машину для самостоятельных поездок по острову. Прокат здесь расположен в одном из баров в поселке. Выбор небольшой, и мы взяли этот компактный Ниссан за 105 фунтов в неделю. Ну, на который мы отправились по извилистым дорогам в столицу острова, городок Джеймстаун. В качестве проводника наш трансферный автомобиль, который встречал в аэропорту. Кстати, посмотрите, какой интересный номер у машины. Просто три цифры без лишних букв и символов. У нашей трансферной машины номер 805. На нашей машине номер четырехзначен, две тысячи с чем-то. Есть предположение, что номера дают машинам просто по мере их появления на острове. Сколько машин, сколько такой номер дают в последовательности. Наше предположение оказалось верным. С номерами тут просто не запариваются. Забегая вперед, скажу, что минимальный номер мы видели просто 9, а максимальный 4986. Консулайт отель, который станет нашим домом на неделю здесь, на острове Святой Лены. На центральной улице, Мейн-стрит. Мы заселились в отличный отель в Джеймстауне и успели полюбоваться красивым закатом с его набережной и видом на океан. Рассказ о городе и его достопримечательностях еще впереди. Пока же, как стемнело, мы отправились в местный бар, где шла трансляция футбольных матчей чемпионата мира. Правда, тут мало кто следил за футболом. Собравшиеся в баре островитяне шумно отмечали, как ни странно, День Благодарения. А мы просто отдыхали после долгого путешествия к острову. День второй. Своих врагов следует прощать. Но сначала их нужно уничтожить. Наполеон Бонапарт. Джеймстаун. Самое сердце. Ребята, мы в Джеймстауне вообще. Это остров Святой Елены. Разместив нашу наклейку на машине, первым делом мы отправились забронировать место в кафе, чтобы во второй половине дня отложить все дела, поболеть за нашу сборную. Сегодня один из самых ответственных дней, потому что наша сборная играет с испанцами в 1-8 финала. И нам надо найти место, где мы сможем поболеть. Вчера, во время игры Португалия, с кем я не играл-то, господи, с Уругваем, ни одного человека не было. Но сегодня мы думаем, что там будет наплыв колоссальный, поэтому идем делать предбронь. Вчера были две потрясающие игры. Аргентина-Франция и Португалия-Уругвай. И что в итоге этих игр? Два самых великих футболистов современности Криштиану Роналду и Лионель Месси едут домой. Чао, Месси, чао. Место, которое мы присмотрели, называется Энсплейс. Ну, по-нашему, у Анны. Здесь много разных флагов, подаренных туристами и яхтсменами. А вот российского пока нет. Но это пока. И, сделав бронь, спешим в офис турцентра, чтобы узнать у местных специалистов, какие места нужно посетить в первую очередь. И пусть император Франции Наполеон Бонапарт и места, связанные с ним, пока подождут. Сначала мы хотим изучить природные ландшафты острова. Считается, что остров был открыт в 1502 году английским мореплавателем Жао Денова в день Святой Елены Константинопольской. Отсюда и название. Однако в то время не было точных карт. И, возможно, он открыл какой-то другой остров в Южной Атлантике. Поэтому споры о том, кто же на самом деле первый открыватель, ведутся до сих пор. И на протяжении нескольких веков это был важный транзитный пункт для экспедиции на пути из Европы в Азию. Корабли подходили к острову для пополнения запасов питьевой воды, ремонта и отдыха экипажей. Но в 1869 году был введен в эксплуатацию Суэцкий канал в Египте. И важная транзитная роль острова Святой Елены закончилась. Количество судов, приходящих на остров, сократилось в несколько раз. Но люди, потомки мореплавателей, рабов, военнопленных разных народов, до сих пор живут на этом клочке суши посреди океана. И кажутся весьма довольны своим местом жительства. Так выглядит остров. И мы сейчас находимся в его столице, в городе Джеймстаун, который находится на северо-западе острова. Прекрасный городишко, очень уютный. Сейчас будем к нему ходить, гулять, изучать. И сегодня мы планируем еще доехать до Сан-Ди-Бище, так называемое единственное место, где здесь можно купаться. Дорога на этот пляж весьма живописная, но при этом сложная, как и все дороги на острове. Она узкая и извилистая, поэтому приходится постоянно сигналить, предупреждая о своем появлении тех, кто за поворотом. К тому же тут левосторонние движения, и руль справа, как в Британии. Хотя для нас это уже не проблема. А вот и финишная прямая до пляжа. Но ее нам придется пройти пешком, припарковав нашу машину неподалеку. Машину вынуждены были оставить, потому что дорожка на пляж Сан-Ди-Бей, мягко говоря, для джипов только. Вот поэтому мы идем пешком. А какие отсюда открываются виды? Остров имеет вулканическое происхождение и состоит из небольших гор. Самая его высокая точка – Пигдианы, не достигает и 900 метров. Крутые утесы неприступны для кораблей. А пляжи тут и вовсе редкость. Их буквально 2-3. Здесь весьма комфортная температура, круглый год. Даже зимой она не опускается ниже плюс 17 градусов. Но вот только сегодня погодка, прямо скажем, совсем не пляжная. На берегу мы увидели вот такие старые пушки, выполняющие роль ограждения. Они – свидетельство того, что за эту территорию всегда велись споры и бои. Мы решили спросить у местных жителей, можно ли тут купаться? Это ведь вроде как пляж. Короче, нам сказали, что здесь никто не купается, потому что людей уносят в океан сильным подземным течением. Но как не окунуться в воду Атлантики на далеком острове? Нет, этого пропустить мы точно не сможем. Хотя бы чисто символически помочить ноги. Это уже ритуал – купаться везде, куда мы приезжаем. Но с океаном надо быть все-таки осторожнее. Да, океан нас буквально поторопил к началу матча Испания-Россия. Кстати, возле бара, в котором мы были накануне, мы увидели вот такую картину, говорящую о предстоящей игре. Спортивный бар с большим телеэкраном на вершине. Мы видим флаги. Испания с правой стороны и перевернутая Россия. Это ребята поставили к сегодняшнему матчу 1-8 финала между Испанией и Россией. Только вот флаг они забыли российский перевернуть. Посмотрим, кто выиграет. Я думаю, испанский флаг придется спустить к вечеру. Посмотрим. Российский гордо оставить, чтобы перевернуть его. Как мы теперь уже знаем, наш прогноз сбылся. А тогда мы с замиранием сердца отправились смотреть игру наших футболистов против грозных испанцев. И не теряли веры в команду. Уле-уле-уле-уле! Россия вперед! А компанию нам составил этот классный мальчуган, который, правда, ни слова не понимал ни по-русски, ни по-английски. И смотрел на нас, как на пришельцев из другой галактики. In the very snow. Показываю мальчику, как катаются на снегомобиле. Он-то не видел тут на Святой Лене ни разу снегоходов. Круто, да? Вообще хорошо! Какая неделя снегохода на Святой Лене? Вот у вас такого нету, понимаешь? Я сломаю. Тем временем в матче дело дошло до пенальти. Но каждый, кто смотрел эту игру, никогда не забудет победоносную ногу Игоря Акинфеева, который тогда даже не догадывался, в каких отдаленных уголках земли за него болели соотечественники. Возьми! Еее! Все! Все, порвали реально! Аббир 2! Россия! Штаны можно было не засучивать! Охренеть! Это просто невероятно! Красавцы! Испанцы домой едут! Дальше мы, довольны и счастливы, отправились гулять по улицам города и смотреть потрясающий закат. День третий. Внутренний враг – это не тот, кто не согласен с вами, а тот, кто не согласен и молчит. Наполеон Бонапарт. А на утро у нас сломалась машина. Сел аккумулятор. Пока ее приводили в порядок, мы отправились исследовать окрестности пешком. Начали мы с центральной улицы, на которой расположена наша гостиница и все основные достопримечательности городка, включая магазины. Сигареты стоят 5,30 фунтов. Все здесь не очень дешево. Вот такой магазинчик прекрасный. Даже есть в продаже DVD-диски старые. В городе единственная набережная, которая выходит на бухту Джеймс Бэй. Ну а возле городской стены мы обнаружили бассейн. Но оно и понятно. С пляжами-то здесь похоже на пряженка. Джамп! Бум! В городе Джеймстаун есть общественный бассейн. Вода здесь неподогреваемая, но теплая достаточно. Градусов, наверное, я думаю, 20. Стоит руб 50. Вход сюда и без ограничений пользуешься по времени. Однако мы решили не плескаться в бассейне и пошли осматривать бухту Порта. Купаться не планировали, но... На пляже Руперс Бэй на Святой Елене унесло в море мой шлепанец. Вон он плавает. Блин, не хотел купаться, но придется спасать. Вон, 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 вон. Заплыв с тапком увенчался успехом. Но вот стоило ли его спасать? Большой вопрос. Зато мы поняли, почему тут не купаются местные. Течение сильное, внизу камня. Может поэтому корабли и крупные суда не подходят вплотную к берегу, а люди причаливают только на маленьких лодочках. Стоит заметить, что сам город-порт Джеймстаун очень маленький. Здесь живет не больше тысячи человек. Ну, по нашим меркам, так это совсем деревня. Но, однако, здешняя столица – это настоящий город со всеми присущими ему атрибутами. Со своими газетами, телевидением, интернетом, гостиницами, банком, полицейским участком и даже тюрьмой. На Святой Елене в Джеймстауне все близко. Вон главный собор. А вот тут тюрьма. Her Majesty Prison. Здание еще, наверное, какого-то начали построить к началу 20 века. Здесь отбывают наказание местные жители, осужденные в основном за грабеж. Так что преступность тут тоже имеется, как и в больших городах. Вот только условия содержания узников в 21 веке думается несколько жестче, чем они были у Наполеона 200 лет назад. Ведь тот не сидел в камере. Но к рассказу о судьбе императора Франции мы еще вернемся чуть позднее. А пока нам удалось лично познакомиться с представителем Британского королевства, губернатором, которого, ну, а точнее, которую, назначила на должность лично королева Елизавета II. Так, машина губернатора Святой Лены. Водитель у нее женщина. Просто корона! Просто корона! Очень скромная женщина! От местного жителя и гида Роберта Питерса мы узнали, что остров когда-то был владением Португалии, а потом его отвоевали англичане и сделали тут свою морскую базу. Военные действия у берегов Святой Лены велись и во время Второй мировой войны. Так, в 1941 году возле острова в бухте стоял английский корабль, который был атакован и подтоплен немецкими подлодками. Те выстрелы и взрывы Роберт хорошо помнит, хотя он был еще совсем мальчишкой. Сегодня в Джеймстауне установлен памятник погибшим британским морякам. И вблизи острова также покоятся остатки еще одного английского корабля, который лежал здесь уже более ста лет. Набережная Святой, набережная Джеймстауна, впереди вот там вот мы можем видеть остатки старого английского корабля Папануи. В 1911 году он загорелся и утонул, но все 324 пассажира выжили и были спасены жителями острова Святая Елена. Мы поднимаемся вверх по извилистой дороге, чтобы разглядеть город с высоты. От Роберта мы узнаем, что после Наполеона здесь был еще один известный узник – король Зулусов. Он прибыл сюда в 1890 году и жил тоже не в тюрьме, а в домике, как и Наполеон. Но об этом после. А пока вот он, Джеймстаун сверху. Кстати, изначально Наполеон жил тоже в Джеймстауне, а уже потом переехал в другой дом побольше. Да, именно так император Франции не был простым арестантом. Однако во время его пребывания здесь, вокруг Святой Елены, постоянно курсировали две лодки, которые следили за тем, чтобы никакой посторонний корабль не подошел к берегу и Наполеон не сбежал на нем. Сам Джеймстаун иногда называют Старой Британией в миниатюре. Те же узкие улочки и строгие, лишенные архитектурных изысков, дома. Здесь есть даже свой Биг Бен. Вон он, часы на площади. А вот движение тут совсем как в современном городе. Сейчас уже 5 часов вечера. В это время здесь заканчивают работать и все разъезжаются по домам. Трафик на улицах Джеймстауна в этот период максимальный. Уже поздним вечером мы встретили на пляже людей, которые грузили продукты в лодку. Оказалось, что это не туристы, а коренные святые ленцы, но которые не живут на самом острове. Это семья с острова Светлой Елены. Они начали свое кругосветное путешествие в 2012 году. Вернулись сюда только в декабре прошлого года. Они сейчас живут на яхте. На своей яхте. 5,5 лет они путешествовали вокруг мира, земного шара. Так что даже живя на крошенном клочке земли в океане, можно отправиться смотреть мир и открывать его для себя, как делают эти люди. День четвертый. Армия баранов под руководством льва всегда победит армию львов под руководством баранов. Наполеон Бонапарт. Утром следующего дня мы предприняли попытку доехать до водопада в форме сердца. Это такая здешняя достопримечательность. Однако автомобильной дороги туда мы не нашли. Но слегка расстроены этим фактом, мы решили отправиться в другое, уникальное место. Местный завод по производству алкоголя. Единственный на острове. Хотя как завод? Завод это сильно сказано. Просто хороший дом с гаражом. Ну то есть местные самогонщики тут обитают. Но никого. Стучимся, ходим, кричим, орем. Никто не отвечает нам. Такое частное производство. Здесь еще плюс отель. Bay View называется. Шикарный вид на бухту. Хозяева открыли нам дверь и впустили посмотреть свое производство, которое находится у них прямо в гараже. Это Пол Исайли. Пол, кстати, англичанин, а его супруга местная. И они действительно единственные производители алкоголя на острове. Без каких-нибудь особенных затрат Создан этот самогонный аппарат. Раньше, когда сюда ходил грузовой корабль, они экспортировали свою продукцию. А сейчас, когда открылось авиасообщение, это стало слишком дорого. Ну и здесь их напитки пользуются спросом у местных жителей и туристов. А приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год. Только одного рома они производят 100 бутылок в день. А помимо него, у них есть еще и другие напитки. Вино, джин, кофейный ликер и прочее. Это тинжи. Тинжи. Это местный шнапс, который гонит здесь через такие аппараты из-за кладов кактуса. И это уникальная налимочка, которая только здесь производится и имеет свое персональное имя. Тинжи. Будем пробовать. Крепость, сказали, у нее 43,2% оборота. На ощупь. В целом, приятная штука. Конечно, мы понимаем, что здесь ее можно выпить. И как любой, скажем так, из очистки напиток, он пьется только в том месте, где его и покупают. Если вы прийти в такую Москву, конечно, пить мы его не будем. Только если все хочется, чтобы не бежать в магазин, откроем бутылочку тинги. Это фирменная бутылка в форме лестницы. Лестница Якоба, или Джейкоба, еще одна главная здешняя достопримечательность. О ней мы тоже расскажем чуть позднее. Но не забыли тут и о главном бренде острова, Наполеоне. К 200-летию его прибытия на остров здесь выпустили особые бренди. Также они производят специальный выпуск бренди в честь прибытия на остров Наполеона Бонапарта. Наполеон прибыл в 1815 году. В 2015-м ребята сделали ограниченную партию бренди в тысячи бутылок. На этой бутылке номер 139. Видно, что каждая бутылка имеет свой уникальный номер. Стоит она недешево. 200 английских фунтов. Тут любят и чтут историю своего острова. Причем и ту, что была еще до британских времен. Еще один крепкий напиток также посвящен историческим событиям. Дело в том, что раньше на острове остров управляли португальцы. Датчане, голландцы, голландцы подошли на корабле, который назывался Вителю или White Lion, Белый Лев, да? И попытались захватить остров. Но португалы отбили атаку, потопили голландский корабль и ром теперь называется Белый Лев. Сегодня на острове нет промышленных производств. Островитяне ничего не экспортируют. А вот в 19 веке здесь выращивали кофе и даже отправляли его в другие страны. Однажды Наполеон похвалил кофе, растущий на острове Святое Леное. После его смерти в Париже этот сорт стал пользоваться большой популярностью. Однако недолго. Сегодня кофейных плантаций на экспорт на острове уже нет. Сейчас экономика острова поддерживается в Великобритании. Островитяне стали зависимы от британских дотаций. Но люди тут не унывают. Продолжают заниматься хозяйством, рыбалкой, выращиванием скота. Одним словом, на пособие здесь никто не живет. Все трудятся, кто как может. Мы продолжаем исследовать остров и его природу. Перед нами открываются шикарные панорамы и виды на океан. И нам становится понятно, за что островитяне так любят эту землю. Здесь просто потрясающе красиво. Четвертый день сегодня уже на острове Святое Лена. И остров просто не перестает нас поражать своими потрясающими видами и красотами. Думали, что здесь четыре дня нечем заняться, но каждый день что-то новое. Хотя эту бухту мы уже здесь были, но сейчас мы забрались наверх и смотрим на нашу бухту, где мы купались во второй день с высоты. Одно из самых красивых видовых площадок острова. Поехали! Здесь даже есть свой национальный парк – пик Святой Дианы, названный так по имени самой высокой вершины острова. До заселения остров обладал уникальной флорой и фауной, основная часть которой нигде больше в мире не встречалась. Переселенцы привезли с собой коз, свиней, и в результате экосистема была нарушена и большинство растений уничтожено. В настоящее время на острове осталось всего 40 видов эндемиков. Ну а вот, кстати, и виновники гибели уникальной островной экосистемы. Но для здешних жителей скотоводство – необходимость и вопрос выживания. Так, постепенно минуя красивые места, мы добрались к вечеру до старой крепости на побережье – Хай-Нолл-Форд. Короче, ребят, история такая. Здесь на Сент-Святой Елене туристов почти нет. По форту гуляем только одни мы и больше никого. Построен этот форт был в самом конце 18 века англичанами для защиты от французских кораблей. Потом, в 19 веке, он достраивался. Во времена же Англо-Бурской войны тут держали пленников, а в 20 веке размещали на карантин домашних животных и птицу, привезенных на остров. Интересно, что в 80-х годах прошлого века НАСА устроил тут станцию наблюдения за космосом. Но следы этой станции в форте нам найти не удалось. Зато полюбовались красивыми видами на окрестности. Познакомившись с островной природой и разными интересными местами, мы отправились наконец-то изучать историю жизни Наполеона, главного бренда и самого известного узника острова. Так, в 10 утра мы оказались возле небольшого домика в Джеймстауне и чуть было не перешли границу другого государства. Этот дом, на территорию которого мы спокойно зашли, первый дом, в котором жил на острове Наполеон. И он закрыт для свободного доступа. В ровно 10 часов приехал смотритель музея, он же по совместительству гид, и отругал нас, что мы зашли на территорию через вот эту натянутую цепочку. Дальше за цепочкой уже территория Франции. На самом деле, в память о деяниях Наполеона англичане подарили Франции места, где он жил. Надпись на табличке у двери гласит, что в этом доме Наполеон провел первые 7 недель свои ссылки на остров. Берем билеты, вот теперь можно слушать рассказ гида. Напомним, что после своего последнего военного поражения под Ватерволу в 1815 году Наполеон правил Францией еще 100 дней, и только после этого окончательно отрекся от престола. Опальный император сбежал на корабле в Британию, рассчитывая на благосклонность бывших противников. Однако британцы снисходительность не проявили и отправили Бонапарта в пожизненную ссылку на удаленную территорию империи на остров Святой Елены. Вместе с Бонапартом на остров прибыли 28 человек, среди которых 3 генерала и личный повар бывшего императора Франции. Здесь были также представители тех стран, которые воевали с Наполеоном. Кстати, среди них был даже русский атташе. Все они разместились в других домах в Джеймстауне, а в этом доме жили только Наполеон, его бухгалтер и один его генерал. Они остановились тут как гости. Сейчас здесь можно увидеть портрет тогдашнего хозяина дома, англичанина сэра Вильяма Белкомба и его дочери. Наполеон занимал лишь скромный угол в этой комнате. Смотритель дома рассказывает, что с прибытием Бонапарта на острове увеличился и английский военный контингент сразу с 700 человек до 3000, вероятно, для охраны особо важного узника. Но никто выкрадывать Наполеона не стал. Да и сам он, похоже, сбегать не собирался. А этот дом уже в наше время прапрапраправнучка сэра Белкомба решила подарить Франции. Отсюда Наполеон перебрался в более просторный дом в местечке Лонгвуд в центре острова, где и умер в 1821 году. По официальной версии от рака желудка, которым страдал в последние годы, по неофициальной он был отравлен. Но к этой теме мы еще вернемся. Пока же, после короткой и познавательной экскурсии, французские владения на Святой Лене снова закрываются. Все, вешают табличку, закрывают проход и граница на замке. Все, здесь это территория Англии, а за там территория Франции. А сейчас мы предпринимаем вторую попытку попасть на водопад в форме сердца. На сей раз пешком, потому что доехать на авто снова не получилось. На самом деле далеко не факт, что водопад этот сейчас есть, потому что он активен только когда сезон дождей. Но мы все равно идем, потому что идти нам больше некуда. Дорога к водопаду пролегает через достаточно дикие и дремучие места, сухие густые заросли и большие деревья. Да, но по сравнению с экстремальной прогулкой с сумасшедшим доктором на острове Питкерн, эта дорожка выглядела детским лепетом. Кстати, кто еще не смотрел, после этого видео обязательно зайдите в плейлист «Экзотические острова» и посмотрите наш фильм про овеянный легендами остров Питкерн. Здесь на самом деле очень опасно. Самый опасный зверь – это дикий воробейскворец. Свято-еленский скворец. Он реально может напасть они и выклевывать потихоньку по частям человека. Да-да-да, очень опасно. И отбиться от них практически невозможно. Именно на основе них Хичкок создал свой фильм «Птицы». Свято-еленский скворец. Да, самая хищная птица. Будем осторожны. Так, вот там уже предупреждение пошло какое-то. Смотрим дальше. Те, кто не лишен чувства юмора, прекрасно понимают, что это шутка. Однако некоторые птицы на острове и правда ведут себя странно. И это мы сами наблюдали тут не раз. На самом деле, относительно скворцов на острове Свято-Елена, что реально прям очень сильно бросается в глаза то, что они практически абсолютно не летают. Они ходят пешком. Они ходят пешком по улицам, по земле, по траве. Они просто ходят пешком. Они обленились. Им не охота летать. А почему? Потому что здесь не существует природных хищников для птиц. Как так? Нету, только кошки. Вот. И хищников нету, поэтому спорты реально просто ходят пешком по земле и по тротуару. Ну, вот мы и достигли цели. Водопад в форме сердца. Только где он сам? Непонятно. Ну, похоже, пересох. Вот эта жиденькая струйка и есть то самое чудо номер один. Ну, видимо, не сезон. Но, тем не менее, мы решили оставить памятные записи о нашем визите в блокноте, который тут заботливо спрятан в ящик и в котором каждый, кто здесь был, может расписаться о посещении. Привет. Привет. Здесь были Миша, Денис, Дима, Сережа. 0407 2018. Всем привет. Опа. Пум. Пум. Все теперь. Вот теперь считаю, что точно был. Так почему же он называется водопадом в форме сердца? Для этого нам пришлось отъехать и забраться повыше, чтобы взглянуть на него со стороны. Вот теперь становится ясным это странное название, смысл которого понимаешь только взглянув на водопад издалека. Ну, водопада, как мы уже поняли, в это время года нет, но отчетливо видна впадина, по которой проходит русло реки и которая совместно с окружающими горами образует такую причудливую форму. Теперь мы решили увидеть еще одну живую достопримечательность острова – гигантских черепах, самый старый из которых больше 180 лет и она носит титул старейшего животного на земле. Вот эти исполины мирно пасутся на лужайке у резиденции губернатора. Их привезли сюда с Сейшельских островов. Помните эту женщину? Да, верно. Это водитель губернатора острова. Потому что мы сейчас находимся на территории Plantation House, официальной резиденции наместника Британского престола на островах. Она нас узнала и с удовольствием согласилась выступить в роли экскурсовода по территории. И также подтвердила, что здесь на лужайке мирно пасется официально признанная книга рекордов Гиннесса «Старейшее животное на земле». Самая старшая из них – черепаха Джонатан, самец. Ей уже 186 лет. Еще один самец по имени Дэвид, ему 49 лет. И две самочки – Фредерико и Эмма. Эмме тоже 49, а Фредерике – 46. Самый старший из них – Джонатан. Он хоть и суперстар в плане возраста, но и в плане известности, конечно, тоже. Но Наполеона не застал. Только вдумайтесь – 186 лет. Ему не хватило буквально нескольких лет, чтобы считать себя современником Наполеона. А вот эта красавица – это Фредерико. Ей тоже 49 лет. Но она значительно меньше Дэвида, потому что она девочка еще, да? Ходит еле-еле. Ползает прям вообще, как черепаха ты ползаешь. Почему так медленно ползаешь? Резиденция губернатора Plantation House – красивейшее место. Здесь есть и лужайки, и теннисный корт, и большие черепахи. При этом въезд туристам на эту территорию совсем не запрещен. Но зато по дороге назад нас все же остановили. Правда, не служба безопасности губернатора. Миш, чувак, с чего остановились-то? Козел какой-то здесь, по-моему. Где? Ой, прикол! Рогатый, ничуть не смущаясь, выпрашивал у нас еду. Он слопал всю припасенную нами для себя картошку и требовал продолжения банкета. Ну что с него взять? Козел! И лишь убедившись, что у нас ничего си снова не осталось, бородатый вымогатель позволил нам уехать. День шестой. Есть два способа управлять людьми – страх и личная выгода. Наполеон Бонапарт. Очередной день на Святой Лене мы решили начать со встречи рассвета. Когда еще выпадет шанс увидеть с далекого острова, как встает солнце над океаном? Но для этого нам пришлось взобраться повыше. Поднимаемся по дороге в Руперс Бэй. Сейчас это заброшенная дорога и только пешеходный маршрут остался. Ранее вы видите бортики, вы видите такое гравийное полотно. Здесь ездили на телегах, на конях, на лошадях и потом даже на машинах использовали дорогу. Но уже где-то в середине прошлого века ее закрыли и стали использовать объезд. Потому что очень сильный уклон, плохое полотно и очень узкая дорога. Сейчас она только тропа для туристов. Назначение этих построек нам осталось до конца непонятным. Возможно, это были помещения для военных. А сегодня это просто мрачные развалины, среди которых могут гулять любопытные туристы или местные жители. Зато рассвет и вид отсюда потрясающий. Welcome RMS Святая Елена. RMS Святая Елена это название судна, которое ходило сюда из Кейптауна два раза в месяц. Судно заходило в порт и капитаны и пассажиры видели эту надпись. Welcome. Порт Святой Елены прямо вот здесь. Помимо чартерных яхт, это был единственный регулярный путь сообщения с большой землей для местного населения. Но в феврале 2018 года, буквально 5-4 месяца назад, это судно сделало свой последний рейс. И местные жители вот здесь сверху на этом старом военном укреплении написали goodbye RMS Святая Елена. Больше это судно сюда не ходит. Почему? Потому что построили аэропорт. И теперь слетают самолетом. Когда окончательно рассвело, мы отправились посетить другое место. Пожалуй, самое популярное место на острове. Дом Наполеона в Лонгвуде. Внешне он весьма приличный и не маленький. Так что называть человека, живущего здесь заключенным, как-то язык не поворачивается. Слева флаг Евросоюза, справа флаг Французской Республики. Ребята, мы во Франции. Дом Наполеона в Лонгвуде это официальная территория Франции. Но визу здесь не спрашивают. Кстати, в доме Наполеона нельзя снимать вообще на видео. Как мы это будем делать сейчас, я даже не представляю. Дом принадлежал одному из местных жителей. Но когда на остров прибыл Бонапарт, было решено, что именно этот дом подходит лучше всего для проживания бывшего императора. Потому что здесь возможно организовать за ним круглосуточное наблюдение. Нельзя сказать, что он был доволен и счастлив, живя здесь. Он четко понимал, что когда прибыл сюда, что это последнее место. И что он никогда не сможет покинуть этот остров. Краткой нам все же удалось сделать несколько кадров внутренней обстановки дома. Ну, конечно, это не Версайский дворец, но и не тюремная камера, как мы видим, а вполне уютный особнячок. Дом состоит из 11 комнат, две из которых были личными апартаментами Бонапарта. В остальных были размещены бильярдная, столовая, библиотека и комнаты его свиты. Здесь хранятся личные вещи императора, посуда, мебель, курительные трубки, жилет, шкатулка для денег и книги. Наполеон действительно был высокопоставленным пленником. Все-таки, как-никак, бывший император Франции. У него имелась даже своя личная библиотека, и он имел право принимать гостей в этом доме. Но Бонапарт был ограничен в передвижениях. Ему отвели определенную территорию в центре острова, и дойти до моря он не имел права. Поэтому известная картина Айвазовского, где Наполеон стоит на скале у океана, всего лишь фантазия художника. Проживая в Лонгвуде, Наполеон любил гулять по тенистому лесу вблизи дома. Здесь его и похоронили после смерти в 1821 году. И по сей день тут есть его могила. Правда, в последнее время доступ к ней ограничен для туристов, ведь это тоже владение Франции. Два года назад почему-то французский представитель на острове доступ ограничен, поставил калитку не входить. Но, как говорится, для русских людей калитка-то есть, но ее же можно обойти справа или слева. Поэтому мы формально ничего не нарушили, но подошли к самой могиле Наполеона. Через 19 лет после смерти останки императора эксгумировали для перевозки во Францию. Свидетели тогда утверждали, что тело Бонапарта прекрасно сохранилось за 19 лет в могиле. Это был еще один аргумент в пользу версии об отравлении тяжелыми химическими веществами, которые якобы ему подмешивали в пищу. Сегодня тело Наполеона покоится в парижском доме инвалидов. Но похоже, что здесь осталась его душа. Нам кажется, что это именно она. Помните, мы говорили о странном поведении птиц на острове? Впрочем, на острове есть могила и других пленников, которые умерли здесь. Это кладбище буров европейских жителей Южной Африки, с которыми Англия воевала за территорию современной ЮАР. В 1900 году сюда привезли 6000 буров после Англобургской войны. Эти пленные работали здесь, но некоторые из них умерли от лихорадки и были похоронены на острове, о чем огласит этот памятник на кладбище. Ну а закончили мы этот день по традиции просмотром футбольного матча. Только не между сборными разных стран, а между командами острова Святой Лены. И, надо сказать, удовольствие получили ничуть не меньше. День седьмой. Когда ваш враг ошибается, не мешайте ему. Это невежливо. Наполеон Бонапарт. Ну, казалось бы, мы уже все узнали и все попробовали на этом острове. Но нет. Местные жители слывут умелыми рыбаками. И сегодня нас пригласил на рыбалку капитан рыбацкого катера Джонни. Ну что же, это еще один способ узнать поближе островитян. Мы погрузились на лодку и отошли от берега. А уже после пересели на катер, который, как уверяет капитан, служил не то в полиции, не то в береговой охране в США. Ну, словом, судно что надо. Капитан и другие рыбаки уже наловили мелкой нашивки, на которую мы теперь будем ловить тунца. Рыбалка — дело неспешное. И начало клевать далеко не сразу. Но местные ребята знают свое дело. И вскоре каждый из нас получил шанс похвастаться уловом. Первая рыба — группер или окунь. По нашему. Ну, а потом начал клевать тунец. Собственно, ради которого мы сюда и пришли. И если мы сами не справлялись, то на помощь приходили местные профессионалы. Маленькие шансы Вау! Туна! 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 Маленькая. Тунец. Вот он, хищный тунец. Ну а еще нам на крючок попалась большая хищная рыба ваху, которую также помогли вытащить более опытные рыбаки. Вот нормальный улов. Поймали большую рыбину ваху. Ее можно держать только за хвост, потому что плавники и жабры очень острые. Они могут реально разрезать руки. Килограмм, наверное, 20. Этот зубастый монстр, как говорит капитан, весьма опасен. Но теперь он уже не хищник, а жертва, которую местный рыбак в считанные секунды уверенными движениями разделал на филейные кусочки. Ну, короче говоря, мы лично убедились в том, что святые ленцы действительно очень крутые рыбаки. Ну а иначе и быть не может. Ведь кругом океан, и рыбалка – это важнейший способ добычи здесь пропитания. Ну и мы, как смогли, поучаствовали в этом традиционном промысле. После удачной рыбалки экскурсию заслужили вокруг острова. Идем по самым интересным местам. Вот здесь несколько скал, которые откололись от основного острова. И сейчас между ними проливы. Небольшие проливчики. Вот мы прошли один, второй, и сейчас третий пролив идем. Потрясающе красивый остров. Не устаем любоваться его красотами. Может быть, кого мы увидим – котиков или слоников. Ну, морских, конечно же. Но, увы, ни тех, ни других мы не встретили. Зато увидели потрясающие виды на остров с океана. А также узнали об еще одном месте, связанном с историей острова. Леван-Велли. Раньше это была станция, карантинная станция, куда прибывали моряки, их проверяли на лихорадку. Сейчас это место для пикника и домик для отдыха. Может, сюда можно приплыть и остаться на ночь, отдыхать в этом домике. Финалом наших морских приключений стало купание в бухте, где до сих пор лежат останки корабля Папануи. Пройти мимо такого места был бы настоящей глупостью с нашей стороны. И мы, разумеется, ринулись в воду. Я так близко не видел становший корабль. Круто! Корабль затонул совсем не глубоко, и часть его даже торчит из-под воды. Так что до этих исторических обломков в океане можно просто дотянуться рукой. И это еще одно яркое впечатление от посещения острова Святой Елены. Офигенный снорклинг! Один из самых интересных! Первый раз на длине вытянутой руки я увидел остатки корабля. Очень круто! Прекрасное завершение нашей морской прогулки, террорыбалки, и вообще путешествие на острову Святая Елена. Хотя нет, осталось одно незавершенное дело. Покорение лестницы Якоба или Джейкоба. Это официально самая длинная прямая лестница в мире. Ее высота 180 метров, и она насчитывает 699 ступеней. Причем не стандартных, а весьма высоких. И тот, кто по ней не поднимался, как любит говорить Михаил, значит, не был на Святой Елене. 13.21. Фу! 13.21. А рекорд? Грехом Дойк, 5 минут, 13 секунд. Прямо скажем, испытание не для всех. А ведь когда-то от этой лестницы зависело снабжение всей местной армии. Эту лестницу построили для того, чтобы снабжать военный гарнизон, который находился здесь, на этом холме. Внизу город, здесь военный гарнизон. Раньше до лестницы здесь была веревочная тяга, в которую ослы тянули веревку, и люди снизу или передавали еду, например, наверх, или что-то наоборот. Потом построили лестницу, которая существует до сих пор. День 8. История. Это наша версия прошедших событий. Наполеон Бонапарт. Ну и напоследок мы отправились на машине снова туда, где были в самом начале своего путешествия. В бухту Сэнди-бэй. Но не для того, чтобы искупаться, а для того, чтобы бросить в нее монетки. Так что загадываем желание, чтобы вернуться сюда и посетить все острова, принадлежащие заморскому департаменту Святая Елена. Поясню свое желание. В этот заморский департамент, помимо острова Святой Елены, также входит остров Вознесения, въезд на который, к сожалению, русским пока запрещен, так как там находится военная база, и моя заветная мечта – острова Тристан-да-Кунья, который упоминается в романе Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Ну а для того, чтобы на острове осталась память о нашем пребывании и о нашем проекте, мы решили подписать и оставить в полюбившемся нам кафе российский флаг. Да, здесь огромное количество разных флагов, и русского флага еще нету, поэтому мы будем первыми, кто оставит этот флаг. Вот. Нам выбрали козырное место прямо рядом с телевизором. Кстати, сейчас, если вы по нашим координатам зайдете в Google и посмотрите на этот бар, то на первой же фотографии увидите наш подаренный флаг. Крутое напоминание о себе и о России. Мы будем скучать по этому бару, уютному отелю, гостеприимному острову и его жителям, открытым и общительным людям. А сейчас осталось лишь сдать машину и отправиться к самолету. Берем ключи наши, вот так вот, под ключи, и кладем сюда, под козырек. Закрываем дверь и... Сэ лави! Вуаля! Автомобиль тут явно никто не угонит, и никуда он не денется с этого острова, ведь на тысячи километров вокруг один океан. Ну, а мы прощаемся с островом Святой Лены и летим домой. Посетив остров, мы, кажется, разгадали тайну этой далекой земли, увидев, насколько она красива и приветлива. Мы поняли, что изоляция от внешнего мира это, может быть, не так уж и плохо, а наоборот, помогает сберечь то ценное, что у них есть. И, конечно, мы убедились, что этот скалистый остров совсем не тюрьма и не суровое место ссылки. А уютный дом для островитян и приятное место для туристов. Ну, а теперь среди тех, кто до конца досмотрел наш фильм, мы проведем традиционный розыгрыш ценнейшего приза. И сегодня это уникальный коллекционный набор монет, которые являются официальным платежным средством на островах Святая Лена и Вознесение. Этот набор состоит из восьми монеток в качестве Uncirculated начиная от одного пенца до двух фунтов и является большущей редкостью. Ну, а так как приз у нас сегодня действительно очень ценный, то и вопрос, но лучше, извините, будет сложный. И в Википедии вы вряд ли найдете на него ответ. Вам придется подумать и путем логических размышлений найти верное решение. Итак, вы помните, что при перелете из Йоханнесбурга на Святую Лену наш самолет делал посадку для дозаправки в городе Виндхук, до которого лету-то меньше часа. Обратно же самолет летел напрямую без дозаправки. Внимание, вопрос. Зачем же на перелете туда из Йоханнесбурга на Святую Лену самолет делает дозаправку в Виндхуке, хотя может преодолеть это расстояние и без дозаправки? Среди тех, кто напишет правильный ответ на наш непростой вопрос, мы разыграем этот прекрасный приз. Всем удачи! Ну а мы ставим точку на карте. Остров Святой Лены. Подписывайтесь на наш канал и открывайте мир вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok